Девушки отдыхают Пошкует с рук, Яша Олежка, привет! Замечательно выглядишь Ну что, счет 2-1? В твою пользу? Ты меня здорово развел А, узнаешь? Привет, Олег Ветераны, конторы в сборе А из штази там кто-нибудь есть? Нет Яш, тебя похитили? Или вы снова коллеги по цеху? Мы же как проститутки Чего не сделаешь за деньги? Да? А что нет? Конечно, проститутки Только старые такие мерзкие Я рад, что вы в порядке, Адам Адам, тебя хоть задорого обменяли? Не надо завидовать А мерзкие старые-то грубо Слушай, я не пойму, ты подтяжку опять сделал? Ну ладно Ты мне лучше скажи Что у вас там с погодой? В Антарктиде Не жарко? Из пингвинов я здесь один Ага Вот другое дело Эта картинка лучше Ну и как там тебе в Египте Среди арабов? Через пару минут ты меня вычислишь Говори, что надо Мне от тебя ничего не нужно Я просто думал, ты волнуешься Как и что, и где Я тебе сообщаю, у меня все окей Я за тебя рад И за тебя, Яша Берегите друг друга Удачи Погоди, Олег А как насчет моей проблемы? Яша Не унижайся перед ним Ты же видишь, что ты со стеной разговариваешь Никогда в жизни он тебе эту папку не отдаст С этим и умрешь Дело касается моей репутации Да? Олег Ну мне-то ты можешь сказать Чего хочешь я на него есть? Малолетки? Яша, а может быть ты гей? Хотя сейчас-то модно А ты антисемит Ладно, все, хватит, закончили? Олег, ты не расслабляйся Би кейфу Мяч сейчас на моей стороне Мой ход Удачи, лузеры Почему во множественном числе? А? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я прошлась по всему дому Синяя лампа нигде не загорелась В доме нет жучков или камер Не суди людей по себе Субтитры создавал DimaTorzok 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 Андрей, не пробуй эту дрянь Почему нет? Мне интересно Да! А ты что, не будешь? Нет Кап Спасибо. Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас. Зачем угрюмый, одинок, грозой оторванный листок? Я вырос… в сумрачных стенах душой дитя. Вот я слышу голос теперь какой-то. Да. Вы не слышите голос? Какой забавный у вас тут шведский кокаин. Конечно, голос слышал. Лека. Ден рюць херкоплет ав. Блэр диньгет филми хоно? Да блэр секерт, окей. Май лав. Кам, кам, кам. Душой дитя, судьбой монах. Ваши черты? Дожой диньгет филмирует. Диньгет филмирует. Андрей. Андрей? Да, я Андрей. Что с тобой? Что со мной? Ничего. Ты что? Андрей! Тетя? Угу. Настоящая тетя. Угу. Ты что? Ты что? Ты что? Где он? Полковник, где он? Хам-хам-хам не怖. Продолжение следует... Продолжение следует... От кокаина могут быть такие глюки. Что тебе мерещилось? Что ты убивала меня. Стоило бы. Всю ночь тебя откачивали. Зачем вы связали меня? Ты дрался. Я? Угу. Еще как. Развяжешь? Ну, не буду я драться. Хорошо. А ко мне в трусы никто не залезал? А надо было? Не знал. Просто там чип с контактами Леги. Чип? Где? Где? Подожди, там... Да не там. Где? Выше? Ниже? Куда? Пардон. Чип ищет. Давай. Чип. КОНЕЦ КОНЕЦ На, выпей это. Можно? Спасибо. Пожалуйста. Дайте картинку. Какие будут мысли? Борисов прислал контакты с его мобильного. Голоса поставили на скан. Они будут у нас под колпаком, даже если сменят номер и трубки. Установлены все лица, находящиеся на территории России. По двоим выявлена связь с террористами, но в основном по части финансирования. Через пару часов мы отследим всю цепочку взаимодействия. Можем брать в любую минуту? Вот брать как раз не надо. Я скажу, когда брать. И начните перевод Борисова из посольства на Лубянку. Я хочу, чтобы ученики деда были рядом со мной. Даже учитывая его репутацию? Прошу прощения, товарищ генерал-лейтенант. Расширьте круг. Я хочу знать все его контакты. Даже если это парикмахер из салона. Людей я дам. Понял. Какова роль деда в операции? Какова роль деда? Рябинин, а ты не знаешь, какова роль деда? Нет. Мы в замешательстве. То он в немилости, то в фаворе. Вообще он на пенсии. Слушай, иди работай. Слушаюсь. У меня что, дела никогда не было? Куда я знаю, какова роль деда в операции? Дед он. Вот такая у него роль. У тебя очень красивые картины. Ты только женщин рисуешь? Да. И только красивых. Будешь мне позировать? Я? Нет. Я неугомонная. Тебе нужно будет привязать меня к чему-то. Привяжу? Залезай. Нам хватит места. На самом деле, женские портреты продаются лучше. Их любят покупать мужчины. А он симпатичный. Ну да. Только нудный и слишком правильный. А ты не пробовала с ним переспать? Я? Нет. И с остальными родственниками тоже. Прости. У меня просто в голове совершенно не фиксируется, что ты его тетя. А ты не против, если я попробую? Пожалуйста. Вперед. Только он, мне кажется, непробиваемый. Что, нет шансов? Нет. Дашь мне совет? Верен? Угу. Угу. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ КОНЕЦ А где любитель пилого порошка? Сейчас высохнет, придет. Вон он идет. Я только что свыкся с кокаином, внук. Ты начал кулить. Не пошло. Ну, прости, племянник. Я не собиралась издеваться над тобой. Это называется войти в доверительные отношения. Понимаешь? Ты там ничего не поцарапал? Нет. Ну, и слава богу. Лека в Финляндии. Он продает там картины Кристины. Ну, это пока все, что можно было выяснить. А, да, еще. Кристина запала на моего племянника. Пойду погуляю. Что-то не так, внук? Дед, а ты уверен, что она, что она твоя дочь? Ты уверен? Допустим, и что? Слушай, я не ревную. Я искренне хочу поверить, что все эти приключения последних дней, твоя с Русланом задница на кипящей сковороде. Дед, что это все ради родного человека. А может быть, что она не твоя дочь и не моя тетя? А может быть, ее не надо спасать? А ты подумал о том, что, может быть, она тебя, нас всех потихонечку вербует? Возможно, внук, возможно, такая хитроумная комбинация Адама. Возможно, Адама и Якова. Ты представляешь, какие у них мозги? Дед, ты подумай, что изредка и делают, внук. Повторяю, они очень хитрые. Им в голову может прийти любая комбинация. Ну, например, узнать мои контакты – раз, пути отступления – два, где я храню архивы – три, ну и, наконец, просканировать меня изнутри. Руслан, ты когда-нибудь задумывался о том, что он, твой учитель, кумир, может ошибаться? Что он на старости лет потерял голову. Андрюш, послушай. Я слушаю внимательно, Руслан Викторович. Подожди. Да, Борисов, 359 шторм. Круто. 359 шторм. Жду. А ты как хотел? Сейчас выясним, где на самом деле Лека. Слушаю. Разработка 2215, нужна точная информация по местонахождению объекта номер один. Нет, перезвоните, я буду ждать, да. Все, жду. Так вот, Андрюш, я… Я знаю, что ты скажешь. Да, скажешь, ты человек военный, выполняешь приказы, у тебя… Ты мне дашь сказать? Чё, ты возбужденный какой-то, а? Да, я такой. Так вот, если мы рядом, мы с ним. А если мы с ним, то мы согласны. А если мы согласны, то мы делаем все, что он говорит. Потому что ему видней эта его игра. Понятно. Поверь мне. Ты чё так возбудился-то, а? А я видел, как Кристина целовалась с Мэри в джакузи. Что? Вау! Что? Что вау? Опять я все пропустил. Вот так, Андрюш, бездар в нашей жизни проходит. Слушай, пусть я ослепну, если никогда не увижу это, а? Пусть у меня не имеют руки и ноги и все остальное, если это перестанет меня заводить… Нет, давай, рассказывай. Вот дурак. Борисов. 359 штурмов. Я понял, сейчас посмотрю. Все, спасибо, отбой. Ну, так чего там? Я просто думаю, что это не так просто. Это не так, что случайность. Я думаю, это… Это ловушка! Степаныч! Лека в доме! Мэри! Мэри, вызывай скорую. Он ранен. Рядом с сердцем кровотечение. Подними ему голову. Повыше. Еще выше! До приезда скорая и полиция, вытайкни из него все, что можешь. Пульс слабый. Руслан, если слышишь меня, моргни. Молодец, молодец, держись, держись. Ну что, готов провериться на прочность? Слушай, Андрей, прочли мунцири. Как наличность поступала в Москву? Я бы ждала. Но тебя ведь скоро заберут у меня. Где больные? Здесь? Здесь? А, здесь. Все еще сомневаюсь об ее происхождении? Уже нет. Молодец. Проделаешь еще пять минут? Что должно произойти в Москве? Давай, расскажи. Давай, расскажи. Развлечимый. Давай, расскажи. В сторону. Все заходи. ОК. Хорошо. У меня все влечено. Ну вот. Ничего. Ладно, ладно. Все хорошо. Все хорошо, девочка. Простите, я ничего не знала. Слава Богу, что все живы. Один опрос. Как он узнал Мэри? Я сейчас вам покажу. Хочешь быть незамеченным, не общайся с художниками. Я ничего о нем не знала. Я просто отправила фотокартины. Я просто похвалилась. Продай ее мне. Она ваша. Пусть это будет подарком. Только не плакать. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Дед, я смотрел, как Мэри пытала Леку, я все понял. Да ну, и что ж ты понял? Я помню, как однажды мама разделывала рыбу. Извини, все нормально? С ним все хорошо. Ну-ну. Вот, а та еще была жива. Я чуть сознание не потерял. А маме хоть бы что? На уле, мама Лена. Она может сердце вырвать. Ну да. То есть, все эти низменные чувства, как доброта, жалость, сострадание. Да, внук, твой отец. Низменные чувства, это как раз родя. Да. Слушай, ты очень изменился, Андрюша. В каком смысле? Стал покуривать. Нюхаешь такую гадость? Дед. Деду грубить. О! Если серьезно, ты стал очень крутой, Андрюша. Я горжусь тобой, внук. Подожду в машине. Рейс до Нью-Йорка через четыре часа. До Вашингтона прямых не было. Ну, я надеюсь, ты как-то разберешься. Это деньги на карманные расходы. Зачем? Это очень много. Много не мало, положи в сумочку. Ага. Что вы хотели сказать? Чуть не вырвалось. Хотел сказать, не спорь с отцом. Скажи. Никогда не спорь с отцом. Ну, в общем, ты чиста. Но лучше пожить пока в Штатах. От греха подальше. А если я захочу увидеть тебя? Я представил себе все это как-то иначе. Лет через двадцать, когда спецслужба оставит меня в покое, я буду накрывшись, рядом сидеть у камина. А ты узнаешь от мамы всю правду. И захочешь увидеть меня? Насмотрелся мексиканских сериалов. Разве мексиканцы снимают фильмы про ФСБшников? Ты не ответил на вопрос. Если я снова захочу увидеть тебя. Теперь ты знаешь, кто я. Тебе пора. Племянника Кристина отвезут тебя. Я... Что? Я хочу увидеть его. Когда вы играете? Я что-то слушаю. Я хочу увидеть меня. Девушки отдыхают. ИГРАНde. Я хочу увидеть тебя. Я хочу найти тебя. Хищите. Это. Продолжение следует... 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 Спасибо. Внук, я позвоню тебе с грядки. Тебя в Массаде учили, что такое формула любви, Аарон? Конечно. Когда все довольны. Вот сейчас иранцы получают своего физика. Живого? Ну хорошо, живого. И мой шеф получает сдлополучную папку. А что же вы, русские? Ты опять переходишь к грани, Аарон. То, что получает Москва от Тегерана, это очень личное, очень интимное, очень. Другими словами, это тебя не касается, Аарон. И твоего шефа тоже. Я больше не хочу встречаться с этим придурком. С Яшу же не нужно встречаться. Он уже никто. Все уже случилось. Надо поговорить. Что уже случилось? Его уволили. Сейчас назад. Извините. Олег Степанович! И мы, американцы, все в шоке. Вас смогли украсть, досье? Ты в своем уме? Машина там! Если это не вы, то кто-то крепко подставил вас. Это исключено. Подожди, может быть, крот у тебя? А может и у меня. Мы это должны выяснить вместе. Пенсию прибавишь. Понял? Степаныч, для вас все, что угодно. Внуку должность. Степаныч, ну мед, это же не наша контора. А моя контора. Лебедей кормить. Сережа. Я понял. Я все понял. Родион, встретимся на даче. На даче? А хорошо. Дайте пройти, ну. Олег Степанович, Руслан Викторович, умер. Окончательно? Совсем. Умер. Ха-ха. Трепка. Печально. И что же делать? Переходи к плану «Б». Ага. Руслан Викторович, вот, прислали дикпочту из Москвы. Символический подарок. Вы теперь полковник. Ты понимаешь, Катя, это уже вторая девушка, в которой влюбляюсь за последний год. Я не хочу их сравнивать, но, Мария, она, она очень мягкая, воздушная, нежная. А Мэри, у Мэри, в ней есть нерв. Она разная. Кать, мне нужна разная женщина. И чтоб в ней был нерв. Ну, и что ты погоны-то светишь, а? Ты еще по радам пройдись. С возвращением, Руслан Викторович. Товарищ полковник. Верная. Руслан Викторович. 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 Руслан Викторович.